Стрельба на юго-востоке Москвы Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ Рязанский и открыл стрельбу, сказал источник Позднее стало известно, что 45-летний Сергей Глазов приехал в учреждение Затем мужчина открыл стрельбу из незарегистрированного пистолета, хотя ни с кем не вступал в конфликт Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ-жилищник, а затем охранника Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути При себе у мужчины была сумка с проводами Ее изучают криминалисты на предмет наличия взрывчатых веществ Пояснил источник, знакомый с ситуацией Собеседник агентства отметил, что задержанный в данный момент говорит на допросе про пандемию и мировой заговор Мужчине назначат психолога психиатрическую экспертизу От полученных ранений скончались два человека Администратор и охранник Еще четыре человека пострадали Среди них сотрудник ГБУ-жилищник, сотрудник МФЦ и двое посетителей В том числе девочка 10 лет После этого злоумышленник попытался скрыться Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк Его задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия В настоящее время известно, что пострадавшие при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы находятся в тяжелом состоянии На место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИС Клифосовского Девочка 10 лет в детскую Морозовскую больницу Их состояние оценивается как тяжелое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!